Диктант Победы Диктант Победы Диктант Победы Диктант Победы Диктант Победы С вариантами ответов. Понятно, что мы их не увидим, никто из нас, до самого диктанта, который состоится 7 мая в 13 часов, по-моему, московскому времени. Тем не менее, мы понимаем, что это будут вопросы. Как готовиться? Я подскажу, что сегодня уже идут лекции в Чувашском государственном университете. Ученый совет университета принял решение самым активным образом участвовать в этой акции и стать главной площадкой. Поэтому силами наших преподавателей историко-географического факультета вот идут лекции, как я сказал. И завершится цикл лекции 6 мая сего года. Все они проходят в 17 часов по московскому времени в новом корпусе университета по улице Университетская, дом 38. Новый корпус, получается, да? Да. Хочу сказать, что если кто-то по каким-то причинам, это может связано с учебой, с работой, с какими-то другими обстоятельствами, не успеет прийти на лекцию, ничего страшного. На сайте университета есть баннер «Диктант Победы», и там размещены все видео лекции на эту тему. Вы на самом деле предотвечаете сейчас все мои вопросы, которые я на самом деле вам готовила. Но вот я так посчитала, что у вас 6 лекций, 6 занятий. Это как же получается, что все годы войны мы буквально за 6 часов или упор сделаны на какие-то конкретные темы? Может быть, потому что, например, преподаватели уже знают направление вопросов. Как успеем? Ну, мы можем предполагать. И люди у нас очень мудрые, грамотные, я имею в виду преподаватели. Конечно, они справедливо полагают, что большое внимание составители вопросов уделят таким событиям Великой Отечественной, как крупнейшие сражения. Ну, давайте возьмем Сталинградская битва, Курская дуга и так далее. Конечно, резонно предположить, что будут в вопросах и фигурируют персоналии. Это маршалы Победы. Ну, давайте Жуков Георгий Константинович, Рокоссовский. Я ни в коей мере не подсказываю, потому что я сам не знаю, но я так думаю, предполагаю, как и наши коллеги. Поэтому, конечно, если вы будете готовиться самостоятельно, то нужно посмотреть и даты, и сражения, и героев этой войны. Пусть это будут простые солдаты, которые не имеют маршальских и генеральских званий. Думаю, что это заслуженно и правильно. На лекции здесь нужно как-то регистрироваться или какие-то документы с собой иметь, чтобы попасть? Как вообще? Нет, лекции публичные, и они проходят не только для преподавателей и студентов университета. Любой желающий подготовиться, он может подойти к названному времени, к 17 часам, в те даты, когда проводятся лекции, и поучаствовать, послушать то, о чем будут говорить наши замечательные преподаватели. То есть всех пропустят, может будет подойти. Теперь про сам диктант. Во сколько, куда приходить, что с собой иметь, во сколько начинается регистрация? Четыре площадки. Одну я назвал. Это Чувашский государственный университет, университетская, 38. Вторая площадка в Чебоксарах – это Национальная библиотека, проспект Ленина, 15. И две средние образовательные школы, которые расположены в Новочебоксарске. Это школа номер 8 и школа номер 17. Вот время, как я сказал, уже 13 часов. Регистрация начнется за час, в 12 часов дня, а без 20 час, в 12.40, начнется инструктаж. Вот это тоже очень важный момент, как заполнять бланки. Правильно. Потому что это черные гелевые ручки. Свой паспорт. Три документа, на самом деле, получит участник. Это, собственно, бланк с вопросами, бланк для того, чтобы отвечать на эти вопросы, и информационный лист, где будет указан его персональный номер, который он заберет с собой, ну, чтобы не забыть. Это не обязательно забирать, он может его, конечно, оставить, но для того, чтобы не перепутать потом. Ведь узнать результаты можно будет только после того, как вы ввели свой идентификационный номер на сайте Дектан Победы, когда там будут уже размещены результаты. Кстати, по результатам, пока известно сейчас уже, когда ожидать, или еще это? Ну, обещают сосчитать все, подвести итоги по всей стране, ну, тем более, акция международная, я должен сказать. И не только во всех субъектах Российской Федерации будут писать этот диктант. Более 20 стран мира включатся в этот процесс. Такие страны, как Австрия, Германия, Белоруссия, Китай, Казахстан, ну, и многие другие страны. И смотря на то, что первый раз такая акция, да, сразу такой масштаб серьезный. Да, серьезный интерес проявили, ну, все жители, не только нашей страны, и те соотечественники, в первую очередь, которые сегодня проживают за рубежом. Я думаю, что тут они будут участвовать в этом процессе. Так вот, вот, 12 июня, день российской государственности, является неким дедлайном, некой точкой подведения итогов этого экзамена. Ну, возможно, это будет раньше. Ну что ж, я вот, на самом деле, думаю, что, конечно, со временем, да, чем дальше от нас будут эти годы, некоторые моменты, нюансы, они все равно будут забываться. На ваш взгляд, что самое главное должны помнить все жители нашей страны? Ну, мы сильны своими корнями, и Иванов, который родства своего не помнит, это не очень хорошая история. Вот, поэтому диктант победы по задумке организаторов, и я в этом тоже убежден, это очень замечательный повод для того, чтобы вспомнить не только события, очень трагичные события той войны, самые страшные, самые крупные в истории человечества, и та, которая принесла самые большие жертвы, но и вспомнить своих близких. Ведь у каждого из нас, будь то отец, дед, прадед, они участвовали в этих сражениях. Может быть, не прямое родство у кого-то. Дело не в этом. Труженики тыла, женщины ковали победы, надо сказать, в тылу. А это наши матери, бабушки, прабабушки. Вот, хороший повод задуматься. Я думаю, что здесь не будет никакого администрирования, какого-то принуждения прийти. Я так считаю, как гражданин, как патриот своей страны, что, ну, дело чести нам прийти просто и в память о наших предках написать этот диктант. Ну, может быть, это получится не на пятерку, ничего страшного. Зато мы улучшим свои знания, подготовившись, почитав о тех событиях. А, может быть, узнаем что-то для себя абсолютно новое. Я тоже на это очень надеюсь. Ну, и задумаемся, наверное, о причинах, которые привели к этому, чтобы этого никогда, надеюсь, больше не повторилось. Ну, что ж, уважаемые телезрители, 7 мая в 12 часов на площадках диктанта победы начнется регистрация. В 13 часов сам диктант. Я напомню, что о подготовке мы разговаривали с ректором Чувашского государственного университета Ниульянова Андреем Александровым. До свидания.